Бывший сотрудник Федеральной службы по обороту наркотиков Дмитрий Петраков, осужденный в 2016 году на три с половиной года колонии по делу о подброшенных наркотиках, начал исполнять обязанности главы города Славгорода в Алтайском крае. Петраков начал руководить Славгородом в должности исполняющего обязанности еще первого заместителя мэра после задержания другого мэра Сергея Горбунова по делу о взятке. Неизвестно, когда Петраков освободился из колонии, но уже в мае прошлого года его уже назначили председателем комитета по ЖКХ и экологии города. Но сейчас он мэр. Поговорим о превратностях судьбы, а также о любви и сексе с одним из моих любимых юристов, главой юридического департамента фонда «Русь сидящий» Алексеем Федяровым. Привет! Так вот же наша работа, которая сделана без нас. Ресоциализация в действии. Вот осужденный человек, который подбрасывал наркотики, как Ивану Голунову, всего через три года после осуждения стал мэром города. Можем мы перевоспитывать нашу молодежь? Ты знаешь, у меня был один подзащитный такой, тоже сотрудник ФСКН, которого осудили за подброс наркотиков в Саратовской области. Они там работали всем отделом. Ну, там практически весь отдел посадили. Он говорил так, ну ты, говорит, посмотри, как изменилась правоохранительная система с приходом ФСКН. Раньше, говорит, кто был самый богатый? БЭП, гаишники в системе МВД. А сейчас, смотри, кто? ФСКН, БЭП. Ну, ГАИ, говорит, еще держится. Давай расшифруем БЭП, что это экономическая безопасность. Ну, да, БХСС. Бывшая БХСС, да. Да, бывшая БХСС. Но они традиционно держат марку. Это ребята очень чтут традиции, они молодцы. Они очень тщательно подходят к кадрам в отборах, к воспитанию. Ну, в принципе, ФСКН переблюнул, конечно. ФСКН стал ковать кадры гораздо быстрее, гораздо более качественно. И, смотри, ничего их не берет, ни с ума, ничего абсолютно. Я думаю, что это даже не ресоциализация. Человек просто ушел в творческую командировку ненадолго, собрался с силами, много думал, не отвлекался на гаджеты. Если он сидел в Тагиле, то и на спиртное не отвлекался. Читал в библиотеке Чехова и Солженицын. Там есть Солженицын в библиотеке. Там даже Бриджес есть в библиотеке. И вот вернулся, решил изменить себя, изменить мир. Я думаю, что в постановлении суда об условно-досрочном освобождении у него четко же указано, что он встал на путь исправления. А потом, я думаю, что он снял судимость. И в постановлении суда о снятии судимости досрочным тоже указано, что он исправился. Представляешь, у человека два судебных решения, где написано, что он исправился. И не только не представляет угрозой для общества, а наоборот, представляет для общества несомненную пользу. У тебя есть такие судебные решения в отношении тебя? Нет. А у него два, понимаешь? Как мы можем сейчас что-то сказать про этого человека? У него два преодициальных акта. Он может ими гордиться. А так? Ну а где других мэров взять? Ты посмотрели на этот городок. Я думаю, там либо те, кто работает в зонах в колониях, либо те, кто в эти колонии собираются. И поэтому ты берешь либо тех, кто поработал в колонии, либо тех, кто отсидел, либо тех, кто скоро сядет. Других-то нет. Я сообщу для тех, кто не так хорошо знаком с твоей биографией, как я, например, что Алексей Федяров знает, о чем говорит, потому что он сам бывший прокурор и бывший сотрудник органов в заключении. Собственно, почему Нижний Тагил? Почему говорит Алексей о Нижнем Тагиле? Потому что он там сидел. Это колония для бывших сотрудников. То есть, если бы наш прекрасный мэр Алтайского края сейчас сел бы чуть пораньше или чуть попозже, то есть вы могли бы и с ним и встретиться. Ты знаешь, я на самом деле вообще недоволен тем, что ты сейчас возмущаешься этим фактом. Я возмущаюсь, я горячо приветствую. Человек снял судимость и выдвинулся в органы власти. У меня тоже судимость снята. Я хочу составить конкуренцию Собянину. Я житель Москвы. У меня московская прописка. У меня жилье в Москве. У меня квартира в Москве. Я хочу выдвинуться тогда. Раз так можно, я тоже хочу. Пожалуйста, не противодействуй этому замечательному человеку. Нет. Я могу рассматривать твое заявление серьезно? Я могу начать с какого-нибудь муниципалитета. Прекрасно. У нас потенциальный мундеп в рядах Руси сидящий. Замечательно. Вот это ресоциализация в действии. Варвара Краулова, освободившись по УДО больше года назад, год назад, она была осуждена за, многие считают почему-то, что за терроризм, на самом деле нет, за пособничество. Вышла условно-досрочно, работает, учится, занимается большой волонтерской работой с проблемными животными, с больными детьми. И вот Варвара Краулова сейчас получила административный надзор почти на 9 лет. То есть она не может никуда уезжать. Она должна находиться дома с 10 вечера до 6 утра все время в течение 9 лет. И я вас уверяю, я буду проверять. Что такое вообще административный надзор? Почему этому прекрасному, как мы с тобой выяснили, человеку, который был осужден за то, что он подбрасывал наркотики, как Ивану Голунову, можно быть мэром города, и мы с тобой это горячо приветствуем, а Варвара Краулова, чья вина была более чем сомнительна. И суд решил, не кто-нибудь, не мы с тобой, суд решил, что она исправилась, поэтому отпустили условно-досрочно. Почему она нуждается в административном надзоре и что это такое? Я бы сравнение взял еще немножко шире. В чем вина вообще Варвары, прекрасной нашей Крауловой? В том, что она хотела воссоединиться с человеком, которого, как она на тот момент считала, любила. Это, конечно, штука опасная. Ехать к человеку, которого ты любишь, за тридевять земель, к человеку, который как судом не установлен, но тем не менее, как предполагается, органы безопасности они не ошибаются, человеку, который совершал и намеревался совершить еще больше особо опасных преступлений. Ты посмотри, какой это опасный прецедент создан сейчас с Варварой. Ведь возьмем, например, жену и любовниц господина Захарченко и ему подобных, которых сейчас полрублевки на самом деле. Ведь они же все, живя с любимым человеком или стремясь с ним соединиться навсегда, они же все совершали пособничество, совершение им преступления. Они все оформляли на себя дома, дачи, яхты, квартиры, зарубежные счета, драгоценности. Потом их изымали. Я так понимаю, у Варвары же ничего не изъяли, ни оружия, тот человек у нее не хранил, ни денег, зарубежных долларов. И, собственно, про человека мало что известно. А здесь так. Он в рублевке хранит. И сейчас вы посмотрите ситуация какая. Масса ведь каких дел и публичных дел, когда человек, извините меня, проворовавшийся, прямо скажем, сидит и далеко сидит, а девочка его на рублевке живет и живет в поместье. А кто она как непособница? Ведь она живет в его поместье. И при этом, не побоюсь этого слова, некоторые полюбодействуют даже, говорят. Ну ты кровавый, ну ты кровавый. Ты хочешь все у девочек отнять. Вот где она устанавливает административный надзор. Вот где. А Варвара, я считаю, сейчас выходит замуж за человека, с которым, в принципе, ей даже не надо устанавливать административного надзора. А вот подожди, подожди, подожди. Мы про замуж и адвокатскую этику поговорим чуть попозже. Давай сейчас закончим историю с административным надзором. Что это такое? Административный надзор, если отбросить любое ерничание и иронию, здесь неуместно. Административный надзор – это исключительно кровавое изобретение нашего государства. Это дополнительная ответственность, которая не предусмотрена уголовным кодексом, хотя она еще жестче, чем, собственно, наказание предусмотрено уголовным кодексом. А почему все попытки юристов, адвокатов, правозащитников, многочисленные попытки, которых мы знаем, отменить административный надзор, который не так уж и давно появился в нашем уложении? Почему такое упорное сопротивление проявляют судебные власти, властные органы в том числе? Почему этот бред, бред, полный бред нельзя остановить? Это очень удобный инструмент. Ты посмотри, у нас вообще власть исключительно грамотно, исключительно профессионально устанавливает вот такие вот очень удобные и легко применяемые инструменты. Например, та же самая административная ответственность за экстремизм. И за вот этой, так скажем, личиной декриминализации экстремизма ввели ответственность за экстремизм, который позволяет вообще практически за все, практически за все, плюс туда еще добавим это неуважение к власти, привлекать к административному ответственности. Причем это же все моментально. Уголовное дело надо расследовать, его надо возбудить, как-то помучиться, направить в суд, походить туда, вынести приговор, исполнять его. А административный ответственность, вот у тебя сутки человек уже в спецприемнике, через двое суток у тебя уже постановление о влечении его, через трое суток уже обжаловали адморест и в обжаловании отказали, через 15 он отбыл, еще раз вякнул, еще раз поехал в спецприемник, понимаешь? Вот в чем дело. И здесь тоже абсолютно удобный инструмент. Ну хорошо, а что бы было бы, как бы могли органы повлиять на нее, если бы этого от надзора не было? Вообще никак, пришлось бы от надзора выдумывать. Ну и выдумали. Что же повлияет на нее? Девочка-студентка? Она на учете, она на вечном неснимаемом учете. Как экстремист-террорист, ты понимаешь? Это учет Федеральной службы безопасности. Этот учет не снимается никогда, он пожизненный. А с каждым подучетом ты должен что-то делать. А как ты с ним будешь что-то делать, если ты не можешь его контролировать на одном месте? Если он вдруг будет ходить по театрам, по кино, а вдруг решит еще и путешествовать по России. Понимаешь? Как так? Он взял, сел в машину и поехал. И месяц ездит по России со своим успешным мужем, про которого пока говорить нельзя. Вот. Давай тогда, раз уж у нас возникает все время жених и будущий муж, давай поговорим об этом. Итак, Варвару Краулову защищали несколько прекрасных адвокатов. И наш с тобой прекрасный друг Сергей Бадамшин. И в том числе молодой, талантливый юрист, адвокат Олег Елисеев. Которого мы тоже с тобой прекрасно знаем. И сейчас, перед тем, как состоялось решение суда об административном надзоре Варвары Крауловой, мы узнаем, что Варвара Крауловая выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева. В совету любовь все прекрасно, но возникла дискуссия об адвокатской этике. Насколько этично, этичен роман, в принципе, между адвокатом и подзащитным, между профессором и студенткой, между доктором и пациенткой, между психоаналитиком и... И психоаналитиком. И психоаналитиком, да. Спасибо. Ну, вопрос понятен. Что ты об этом думаешь? Вопрос, мне кажется, несколько иначе надо ставить. Нельзя формально грести все эти отношения под какие-то абьюзивные, под какие-то зависимые. Я думаю, Варвара вполне самодостаточный человек и битая жизнью, прошедшая такие жернова и горнила, что вполне сможет спокойно сама выбирать, с кем ей быть, кто бы это ни был. Даже если бы она вдруг влюбилась в президенту Путина, он ответил ей взаимностью, я бы тоже сказал совет для любовь. Это их выбор. Зачем ты так? Что тебе сделала Варвара? Зачем ты так? Сейчас было больно. В любом случае, конечно, Олег лучше Путина. Мне кажется, что разговор об адвокатской этике, который возник, собственно, по такому поводу, что во время суда стало известно, что Варвара выходит замуж за своего адвоката, мне кажется, тем не менее, что этот разговор очень и очень важен, потому что мы с тобой знаем случаи любовных романов между адвокатом и подзащитом. И мне кажется, если нечего обсуждать, это совершенно недопустимо, абсолютно недопустимо. Но случай с Варварой другой, конечно, другой, здесь я тоже с тобой согласна. Это если бы травматолог бы лечил пациентку со сломанной ногой, и после ее выписки они в конце, когда сходили на свидание, полюбили друг друга и подали заявление в ЗАГС, и тут невеста ломает руку. Ей нужно искать другого врача. Она идет к своему жениху, и в этом нет уже никакого абьюза, здесь уже другая ситуация. И ровно та же ситуация у Варвары и Олега, потому что Варвара освободилась год назад по УДО, и, в общем, как я понимаю, не собиралась снова оказываться, не собирается на скамейке подсудимых. Поэтому здесь история чистая. Я тоже думаю, что история абсолютно окончена, история была окончена, и, насколько я знаю, отношения возникли позже, но я так уж с ними спойлерю, но и, в принципе, здесь не та ситуация, когда можно в кого-то бросить камень. Действительно, история была окончена, и я думаю, что вряд ли Олег или Варвара предполагали, что возникнет еще вот эта вот тяжба. Я понимаю, что эта тяжба только началась, сейчас, я думаю, с учетом пассионарности рабочей Олега, он доведет это до ЕСПЧ, я абсолютно не сомневаюсь, да я и сам с удовольствием помогу всем, что нужно. Все наши юристы, ты знаешь, да и ты не откажешь, мы все пойдем и все будем помогать, потому что ситуация, в самом деле, такая, что вызывает отрыв, ну, какой вы же тут надзор восстанавливаете на 80 с чем-то лет, дайте человеку жить, в конце концов, как даете жить тем ментам, которые подбрасывают наркотики, извините меня, хотя бы как им дайте жить, хотя бы как им. Кстати, о ментах. Как раз в начале июня стало известно о том, что громкий случай об изнасиловании, ну, я скажу все-таки по-прежнему слово «менты», своей коллеги окончилось полным оправданием двух человек, которых женщина-коллега обвиняла в изнасиловании, и не вдаваясь в подробности дела, мы с тобой не суд присяжных, мы с тобой вообще не суд, и не будем разбирать это дело, тем не менее, это, мне кажется, очень характерная вещь для полиции, и, как я понимаю, эти сотрудники, то есть все участники этого дела, собственно, спокойно могут продолжать служить. Да. Кроме нее, кроме жертвы. Ну, так как суд оправдал, оправдал, то она и не жертва. Да. То эта женщина не жертва. Должен ли быть какой-то кодекс, регулирующий такие вещи? Вот где должен быть кодекс, там он должен быть, да, потому что, ну, и мне как человеку, который много лет работал в надзоре за следствием и процессуальной деятельности, в том числе органов внутренних дел, но я не вылезал из отделов внутренних дел, и многие составы, многих отделов, особенно следствия, знал полициям по именам, просто полициям по именам. Я видел, как туда приходят девочки после Академии МВД, начинают работать, это еще такие, знаешь, светлые лица, и через год-два это уже люди с тяжелым прошлым. Мне всегда их было очень жаль, и то, что они подвергаются колоссальному давлению, и в том числе постоянному, просто постоянному, так скажем, ну, наверное, принуждению, да, к каким-то сексуальным ситуациям, где нужно оказывать сексуальные услуги, да, это так, это распространено, и никакого контроля за этим нет, и, как мы видим, к этому относятся абсолютно спокойно, и первые, на кого бросаются в эту ситуацию, это как раз жертва. Как это изменить? Ну, у нашего МВД менять надо все с головы. Пока руководят МВД люди, которым, в принципе, безразличны сами задачи, которые должна выполнять полиция, для которых важнее бюджет и продолжение такого экспансивного наращивания штата и того же самого бюджета, все это будет продолжаться. То есть, основной принцип, лишь бы ничего не вышло. Посмотрели на дело омбудсмена полиции Воронцова, за что его прессуют? Только за то, что он стал вытаскивать вот эту вот внутреннюю кухню наружу. И вот он получил, получает, вернее, сейчас, в данный момент, именно за это. И здесь тоже вот демонстративный урок всем жертвам. Не суетесь, не лезьте. А что там было, если не изнасилованы? Да, я не суд, конечно, но... Вот девочка, которая на дежурстве, или где она там была, на дежурстве, там, ее заводят в кабинет начальники, и потом происходят все эти действия, которые были. И ведь их никто, по большому счету, не отрицает. Там вопрос, добровольно или недобровольно. А как это, ребята, вы что? Что вы там творите? Как это недобровольно или добровольно? О чем-то что-то обсуждать, когда вот вы пьяные, всевластные люди и едва-едва начавшие жить своей взрослой жизнью девушка. Мне кажется, говорить даже не очень просто. Алексей, как ты думаешь, а почему эти случаи вообще в правоохранительных органах, где, ну, как ты знаешь из собственного опыта, работая там, я знаю из ощущений и рассказов, знакомых, почему именно эти случаи меньше всего вылезают в паблик? Страх, конечно, страх. Когда близко сталкиваешься с правоохранительными органами, ты начинаешь испытывать ощущение страха, и это неминуемо. А когда ты работаешь там внутри и видишь, как это все происходит, ты видишь, как принимаются решения сделать то, что, например, сделали с Иваном Голуновым, либо с кем-то еще, ну, много же мы таких дел видели, да? И ты вот видишь, как это решение принимается. То есть ты видишь не потом, как все это произошло и внешние признаки его, а ты видишь, как это буднично, рутинно принимается сейчас и сегодня. Ну, вот мы с тобой обсудили, слушай, у нас там есть неприятный человек, давай сделаем так, что будет он там по 2-2-8. Все обсудили, затратили на это там 5-10 минут максимум и пошли. И ты все это видишь изнутри. Ты начинаешь бояться, конечно. Знаешь, у меня есть предложение, у меня есть предложение, потому что мне кажется, что говорить и сочувствовать – это недостаточно. У нас с тобой несколько лет назад было дело. Ты помнишь, по-моему, в Щелково, в подмосковном городке, когда девушка из полиции, сотрудник полиции, сотрудница полиции, получила случайно выстрел в лицо от коллеги, сдавая оружие. Да, было. И ее муж, тоже полицейский, за нее бился, потому что полиция не хотела признавать это производственной травмой. Да, мы добились возбуждения дела тогда, но мужа все равно уволили, да. И мужа уволили, то есть это семья, которая боролась с системой за то, чтобы просто закон был соблюден по отношению к ним, к полицейским, которые здесь, в этом отделе работают. Они этого добились, но с работой они расстались. Нет, она осталась, а его уволили. Но ей тоже было сложно очень потом. Это было дело, которое вел ты, ты его выиграл. Ну и поскольку это дело тоже и Руси сидящей, давай тогда, заканчивая не пустыми словами, давай скажем, женщины, приходите, если вы подверглись насилию, харассменту, приставаниям, абьюзу, унижениям человеческого достоинства на работе, приходите, бесплатно работаем, защищаем. Ага. Я абсолютно готов помогать. В таких ситуациях, конечно, безвозмездно. Всегда выделим юристов, адвокатов в любой точке России. По рукам. Я люблю такие программы. Договорились, приходите. Спасибо. Пока-пока.